Седьмой класс, третья серия. Модуль числа. Модулем или абсолютной величиной действительного числа А называется само это число, если оно не отрицательно, и число, взятое с противоположным знаком, если оно отрицательно. Числа противоположные, те, которые отличаются знаком, имеют равные модули. Давайте рассмотрим некоторые свойства модуля. Итак, модуль числа принимает значение не отрицательное. Числа противоположные имеют равные модули. Если модуль А равняется Б, при условии, что Б не отрицательно, то тогда А равняется Б или А минус Б. Если модуль А равняется модулю Б, тогда А равно Б или А равно минус Б. Вот эти свойства будем использовать, решая уравнения. Первое уравнение с двойным модулем. Так, надо решить уравнение. Уравнение содержит двойной модуль. Сначала надо раскрыть внешний модуль. То есть от этого уравнения переходим к совокупности двух уравнений. Это равносильный переход. Первое уравнение совокупности значения этого выражения равно плюс 7, а второе уравнение – минус 7. Так, как решать уравнение с одним модулем? Нам известно. Так, решаем первое уравнение. Здесь получается корень 14 и минус 12. А второе уравнение этой совокупности решение не имеет, потому что значение модуля минус 1. Итак, корни данного уравнения – 14 и минус 12. Два корня имеет это уравнение. Второе уравнение тоже с двойным модулем. Надо раскрывать сначала внешний модуль. Переходим к совокупности из двух уравнений. Вот это первое уравнение совокупности, а это второе уравнение совокупности. Так, переносим вот это слагаемое слева направо. Получаем вот такое уравнение. Находим корни этого уравнения – 0 и минус 2. Ну, а второе решение не имеет, потому что справа от знака равенства минус 9, а слева – модуль. Так, корни – 0 и минус 2. Третье уравнение. Слева от знака равенства модуль, справа – выражение, которое содержит х. Значит, данное уравнение будет равносильно системе из неравенства. То есть х плюс 4 должно быть неотрицательно, иначе корней не будет. Так, и в эту систему входит еще совокупность из двух уравнений. Так, раскрытие модуля идет вот таким образом и вот таким. То есть знаки здесь поменяли на противоположные. Так, решаем уравнение совокупности и проверяем, найденные корни удовлетворяют ли вот этому неравенству. Так, первое уравнение корней не имеет, потому что здесь получается неверное равенство минус 2 равняется 4. Неверно, корней нет. Так, а второе уравнение, это линейное уравнение, имеет корень минус 1. Подставляем. Минус 1 плюс 4. Получается положительное число. Значит, минус 1 – корень данного уравнения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...